Книга открытым оком. Вопрос 1847, 7 том. Тема Святая Библия. Могли бы вы показать на определенном примере жития святых, что они не знали Писания, хотя там и написано, что они разумели Библию? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Библию выворачивали кому как удобно было. Главное, чтобы только не следовать Христу, а следовать за своими настоятелями в горы. Отречься от имения, раздать Его, это усвоили хорошо. А узнать путь Иисуса, чтобы пойти за Ним, а в этом надобсти и не было. Господь переходил с места на место. Апостолы из одной страны в другую шли на проповедь. А Христея была их главной обязанностью. Это было их главной обязанностью. Следование за Христом – это не только соблюдение кротости и молчания, но главное следовать по пути высева проповеди о Спасителе и распространения Его учения. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера отслышания, отслышание от Слова Божия. Примеры жития святых. Александр Неусыпающий, 3 июля. Будущее еще в юных летах, он приходил для образования в Константинополь, где, довольно поучившись, приобрел значительные познания в науках. По достижению же зрелого возраста поступил в военную службу, впоследствии был военачальником. Любил он на досуге от служебных дел своих читать книги Божественного Писания, потому что был добродетелен, честен, постоянен, богобоязлив и украшен целомудрым и воздержанием. Прочтя ветки и новый завест, он углубился своей мыслью в евангельские словеса, реченные предчистым Христовым устами. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Матфея 19, глава 21 стих Размышляя о сем и твердо веруя в Слово Христово, начал он продавать свое имение, которого у него было довольно при его высоком служебном положении, и полученное за них раздавать нищим и бедным, а сам возымел уже непременное намерение отречься от мира и от всего мирского и быть подражателем Христу. Слышал он, что в Сирии обитают святые мужи, проводящие богоугодную жизнь в Кеновиях, и пожелал идти туда. Сложив в себя звание военно-начальника и оставив друзей своих, дом свой, рабов своих, и отложив всякое попечение о житейском, пошел в Сирию. Достигнув Кеновии, в которой Авую был преподобный Илья, он умолил всего отца принять его в число иночествующих братьев. Будучи причтен к лику иночествующих, четыре года прожил он в этой Кеновии, ревностно исполняя все возлагаемые на него послушания, и упражняясь, кроме всего в посте, день на ночной молитве и в чтении книг. Более всего желал он проникнуть в разумение псалмов Давидовых, желал разуметь силу каждого стиха о псалмах. В случае недоумения спрашивал он опытных о непонятном и усердно молился Богу, да просветит его разум к пониманию божественных писаний, что и получил по благодати Святого Духа, так что впоследствии причтения Божьего Слова он уже находил полное усложнение и умиление в своем сердце. Следующий пример жития святых. Никандр, 24 сентября. Никан родился в 1507 году. И с самого раннего возраста благодать Божия почивала на нем. Еще в молодых годах он просил родителей своих отдать его в научение божественному писанию. Лишь о том сильно скорбел Никан, что не вполне хорошо был научен божественному писанию. Посему юный подвижник горячо молил Господа и Учителя всех, чтобы он просветил мысли на его очи. И вот, наставляемый Духом Святын, он опять отправился в Псков. Здесь встретил Никона, один благочестивый муж по имени Филипп, и принял его в свой дом для работы. Видя великое желание Никона разуметь священное писание, Филипп поддал его в учение к некому диакону, славившемуся своими знаниями и мудростью. Часто и усердно молился святой, говоря, «Наставь меня, Господи, правдой Твою, и в разумении научиться словам Твоим». И человеколюбивый Бог услышал горячее моление, смиренно вырабатывая его. Он открыл Никону видение божественного писания, излил на него благодать свою, даровал ему дух разума, так что все дивились тому, как скоро и как хорошо Никон изучил писание. Как огонь очищает золото, так и несчастье очищают, и еще боли возвышают человека. Следующий пример. Амфилохии, 23 ноября. Младший сын его, пришедший в возраст, сначала выступал оратором и адвокатом. Но еще с юных лет он возлюбил Бога, паче всего, и потому вскоре, по убеждению святого Григория Богослова, избегая мирских тревог и суеты, удалился в пустыню, где и стал проводить иноческую жизнь, строго подвижническую, усердно служа одному только Богу. Здесь занятиями его были молитвы, чтение писания и пост.